Добрый день, Шульга Юрий Иванович, представляю школу Болотова, занимаюсь практикой с онкологическими больными около 30 лет. Сегодня хотелось бы тронуть тему роли бальзама Болотова вокруг нас. О нем известно давно, где-то с 90-х годов. Я очень часто встречаю разные статьи, люди обращаются с разными вопросами. И я вижу, что последние где-то 5-10 лет интерес к этой теме значительно расширился, и есть какая-то востребованность. Хотелось бы немножечко больше об этом рассказать, потому что многие люди не до конца понимают, почему это важно, почему это необходимо, и вообще какую роль может сыграть бальзам Болотова в общем оздоровлении, в профилактике старости, вообще в профилактике очень многих заболеваний. Ну, начнем с крови. Хорошо известно, что с возрастом в организме человека есть тенденция к загущению крови. Это причина очень многих заболеваний, инсультов, инфарктов, многих других заболеваний, особенно у гипотоников. И в этом плане бальзам выполняет очень важную роль. Во-первых, он не дает возможности образовываться тромбом. И даже при, скажем так, не совсем беспорядочном питании, он способен удержать организм от сложных метаболических нарушений, которые происходят у людей, которые вообще ничего не понимают кислого. Сегодня как-то в обществе это закрепилось, потому что очень много разговоров по вопросу, что лучше закисляться или защелачиваться. Поэтому я вижу очень много, особенно молодых людей, к кислому не тянутся. Это проблема, потому что со временем это будет приводить к загустению крови, к тому, что она будет немножечко вязкая, к тому, что могут образовываться тромбы. И в итоге тяжелые заболевания. Как известно, от инсультов, инфарктов умирает основная масса людей. То есть это самая распространенная группа заболеваний. Поэтому в этом смысле бальзамболота это очень хорошая страховка. Значит, если говорить о вязкости крови, то существует очень много, например, в последнее время различных препаратов, которые назначаются в этом направлении. Ну, вот Капидогрел известный, такой наиболее известный, Ксорелта довольно известный. Но работая с больными, я заметил, что бальзамболота в этом плане намного эффективнее и не имеет никаких побочных эффектов. Более того, если мы употребляем бальзамболота, скажем, решая эту задачу, то параллельно в организме решается масса других задач, особенно связанных с обменными процессами. Продолжение следует...